Приветствую всех любителей микро реактивной тяги. В этом видеоролике, ребята, мы постараемся изготовить еще одну классную турбину. Может быть попробуем еще и вот с этой что-то сделать. Посмотрим. Я до конца не уверен, что я без фрез смогу продолжить. Потому что осталась всего лишь одна и я не хочу портить. В общем, кому интересна вся история этих турбинок, я оставлю в описании ссылки. Ребята, сможете посмотреть, полюбопытствовать. Ну а мы приступаем. Делаю пропилы в круговую, но уже по-другому. Сразу на всю ширину лопатки, чтобы очертить лопатки. Делаю 3-х миллиметровой фрезой, но не глубоко. Идет конечно в разы быстрее. Все-таки троечка, это не троечка, она пожестче и покрепче. Опять нацелился на 21 лопатку. 357,1 нужно выставить вот здесь. Теперь у меня две непонятных заготовки. Одна из них вот так пропилена, другая вот так. Я даже не знаю, что теперь с этим добром делать. Как решать этот вопрос? Как сделать с них божественные крыльчатки-турбинки? А процесс очень и очень творческий. В крайне неудобном положении приходится работать. Решил дофрезеровать все-таки ту крыльчатку, которая сломала все фрезы. Продолжаю, осталось 5 пазов доделать. Может быть хватит. Зарядил последнюю фрезу и идем потихоньку. Но пока мне все нравится, работаю без косяков. Лишнего не отхватываю. Крыльчатка должна быть очень интересная. Перевернул поворотный столик, работать стало интереснее. Не нужно на табуретку становиться. Нарезаю с обратной стороны канавки. Как можно заметить, уже последняя. Фреза троечка работать очень хорошо. Не ломается. В общем-то двоечек уже и нет. Все сломал. Вот что сбоку получается. Второй проход немножко под другим углом. Дело идет крайне весело, крайне быстро. И не скажешь, что эта крыльчатка переломала все 2-х миллиметровые фрезы. А вот 3-х миллиметровые фрезы работают просто на ура. Фрезу на динаме. Фрезу на крыльчатке. Делаем шпыль. Белорус на крыльчатке. Слабленная шпыль. Ритмарка. Хватит. Ритмарка. Ритмарка. Что касается черновой обработки, то для этой крыльчатки наступает финальная стадия. Нужно прорезать вот эти вот места оставшиеся. И можно будет дорабатывать дремель. Делать буду в таком положении, фрезу уже настроил. На фрезе затупил края. То есть фреза теперь скругленная получилась, потому что обработка корневой части будет. И чтобы эту самую корневую часть не оторвало, лучше скруглить все, чтобы было меньше концентрации напряжения. С пылу с жару турбина похожая на вот эту. Именно этого я и добивался. Нужно конечно еще немножко начисто доработать. Но мне нужно сделать еще одну крыльчатку, друзья, с этой заготовки. И потом буду все обрабатывать начисто. Потому что когда делаешь постоянно одну операцию, повышается мастерство в данный промежуток времени. И поэтому можно сделать качественнее и лучше. Поэтому сначала делаем на грязно, а потом сидим два дня и точим на чисто. Шлифуем, полируем там, в общем как получится. Хочется постоянно минимизировать ручную обработку. Хотя вручную даже быстрее получается, чем на станках. Не нужно ничего поворачивать на определенный угол. Все можно делать довольно таки быстро. Но на станке как-то точнее, как-то приятнее. Сначала считал на калькуляторе. Ну а сейчас записал все параметры проворота поворотного столика на листе бумаги. Так работает гораздо быстрее. По этой шкале вымеряю здесь 500 делений и делю на 21. Ребята, кто в теме? Подскажите, почему все турбины имеют нечетное число лопаток? Я вообще этого, честно говоря, не могу понять. Почему именно турбины? Почему не сопловой аппарат, например, имеет нечетное количество? То есть кто в теме, мне очень интересно это узнать. Вот здесь, например, 23 лопатки. На моих колесах 17 лопаток и 21 лопаток. Последние уже понаглее делаю. Пазы более глубокие. В принципе, у меня уже три турбины хороших есть. Это уже так можно сказать про запас. Поэтому можно куражиться. А вообще в идеале это должна еще лучше быть. Дофрезеровываю последние пазы. Предположительно, это будет самая производительная турбина из тех, что я сделал. Потому что делаю 3-х миллиметровой фрезой и 21 лопатка. Но дело быстро идет, много металла снимается. Я надеюсь, с этой не намучаюсь. Вот что получилось пока. После двух операций торцевое фрезерование под углом и фрезерование, можно так сказать, боковое. Сейчас, наверное, немного вручную подработать. Ну а потом будет видно, где еще снимать. Произведено всего лишь три операции. Эта крыльчатка, думаю, самая лучшая будет в партии. Вся продукция выпускаемая игрмаш просто неубиваема и работает на высоких оборотах. Работает после команды стартуем. Фрезеровка космической точности супер крутыми китайскими фрезами из твердого сплава неизвестной марки. Наши крыльчатки не подвержены старению. Могут лежать сколь угодно долго, хоть в песке, хоть в воде, хоть в духовке, неважно где. При заказе от двух шаттлов космическая ручка в подарок, на которую были потрачены миллионы долларов, чтобы паста текла в невесомости как надо. Правда на шаттлы заказов на сто лет вперед. Кстати, наша компания производит не только шаттлы, но и бураны. При покупке от двух буранов карандаш с обычным грифелем в подарок. Твердости ХБ. Разрезаю уже на отдельные лопатки фрезой. Господи, да неужели это скоро закончится? Психом я не стал, у меня закалка есть, ребята. Я как-то делал детали тысячами штук. Это жестко, вот так вот постоянно крутить, делать одни и те же операции. По-другому, как видите, никак. Ну вот и все, ребята. Черновая работа над турбинками закончена. Получилось целых пять штук с разными профилями лопаток. Соответственно, под разные расходы газа. Ну и возможно разные будут обороты. В общем, это мы будем пробовать. Это всего лишь черновой вариант. Нужно еще финишировать, сгладить все неровности. Ну а общая форма готова. Обратите внимание, есть крутка лопастей. То есть сделано все как положено. Лопасти загнуты вовнутрь, то есть имеют аэродинамический такой своеобразный турбинный профиль. Где-то меньше, как на этой турбине. Ну а есть с большой загнутостью, как на вот этой. Здесь меньше лопастей, здесь больше лопастей. В общем, совершенно разные турбинки получились. Вот это максимально похоже, например, на заводской вариант. Судя по лопаткам, по изогнутости можете заметить, только в несколько раз меньше. Самая паршивая турбина, первое поколение, самая первая. Я немножко доработал, но все равно она не очень. Все трясется на столе, жуткий дисбаланс. Это уже хорошее. Пробуем измерить обороты. 16 тысяч было. Вибрации не дают, сильнее раскручиваться. Давайте попробуем другую турбину. Вот это вроде бы лучше отбалансировано. Здесь тоненькие лопасти, легкие. Поэтому шансов на успех больше. Нужно маслица капнуть обязательно. Узнаем, какая имеет большие обороты. А потом, после балансировки, будет интересно узнать. Итак, пробуем. 40 тысяч я видел. Вот видите, ребята, без всяких проблем, без балансировки такая маленькая крыльчатка уже 40 тысяч может дать. Около 40 тысяч. Другой тестер тоже самое показывал. Так что можно верить. Постараюсь сделать качественно самостоятельную балансировку турбины с помощью вот такого нехитрого устройства, чтобы каждый мог повторить. И мы поставим ее в двигатель именно в том состоянии ручной балансировки. Посмотрим, что будет. Достаточно ли она или нет? У меня есть план. То есть это выкидывается, остается только эта штука с двумя магнитами. Овал мы выточим с 0 и будем на нем балансировать. Потому что он, во-первых, сам по себе кривой. А во-вторых, вот эти конуса, вот эти все люфты, они накладывают свои погрешности в балансировку. Вот. А так эта штучка стоит где-то 200 рублей. Она применяется для балансировки маленьких воздушных авиамодельных винтов. Ну или коптерных. У меня на этом практически все. В следующем видеоролике буду продолжать доводить их до ума. Кто не в курсе происходящего, ребята, строю микро реактивный двигатель на вот таких вот самодельных крыльчатках. Это турбинки. Кому интересно посмотреть, что из этого всего получится, подписывайтесь на канал. Кому не приходят оповещения, проверьте колокольчик. Потому что по внешнему виду колокола там не особо понятно, в каком он состоянии. В общем, проверьте и ждите оповещения. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова